Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. На днях наш подписчик и вообще старинный знакомый Андрей Казаков попросил нас сделать один простой, но показательный опыт, который я сейчас воспроизведу. Для этого опыта приготовлены две оклеенные фольгой пластины, они подключены к двум выводам высоковольтного источника, а между пластинами установлена свечка, которую я сейчас подожгу. А теперь мы будем подавать на пластины высокое напряжение и посмотрим, что при этом произойдет с пламенем свечи. Начинаю повышать напряжение. Вот оно достигло величины 6 киловольт и видно, что пламя изменило свою форму, стало таким более приземистым. Повышаю напряжение дальше. Так, 9 киловольт и у пламени вытянулся кончик в сторону пластины, на которую подан минус. А впрочем, есть кончик и с другой стороны, в сторону пластины, на которую подан плюс. Давайте пойдем дальше. 15 киловольт, но этот кончик, который направлен в сторону минуса, он начинает срываться. Пламя становится не совсем устойчивым. Поехали дальше. 20 киловольт. Мы видим, как пляшет пламя. 25 Ну и вот, наконец, 30. Пламя приобрело такую очень неустойчивую форму. Иногда пытается почти погаснуть и видно, что на пластине, куда подан минус, у нас появилось такое темное пятно. Это сажа на ней высадилась. Ну, наверное, хватит. Давайте я буду выключать. Уже свечку начинает... О! Где-то пошел пробой. Сбросил напряжение. Ну и закончил опыт. Ну и, в общем-то, это явление достаточно просто объяснимо. Пламя свечи — это низкотемпературная плазма. Это означает, что в нем присутствует какое-то количество положительных и отрицательных ионов. Когда мы подаем на пластины напряжение, в промежутке между пластинами возникает электрическое поле, и в этом поле положительные ионы устремляются к отрицательно заряженной пластине, а отрицательные ионы — к положительно заряженной. Ну и ионы в своем движении начинают захватывать и неонизованные молекулы, ну как воздуха, так и того, что там еще содержится в пламени, и поэтому возникают такие потоки, ионный ветер, направленный как в сторону одной, так и в сторону другой пластины. Но вот вопрос, который я хочу вам задать. Хочу, чтобы вы над ним поразмышляли. А почему все-таки получается, что пламя вытягивается прежде всего в сторону отрицательно заряженной пластины? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.